Зональную научно-практическую конференцию «Патриотизм российской молодежи» 30 сентября приняло ГПУ. Ее открыла заместитель главы Армавира Ирина Хитрова, отметив всплеск любви к родине в свете последних исторических событий. Не успела еще отгреметь Олимпиада, как Крым, наш Крым, стал частью, субъектом Российской Федерации. Тоже это был очень высокий подъем патриотизма. Патриотизм невозможен без любви к своему отечеству, без любви к своей родине. И, конечно же, без того, чтобы ставить интересы государства, интересы родины выше своих личных интересов. Традиции воспитания любви к родине десятилетиями складывались в России и Советском Союзе. Тот, кто хотел стать настоящим патриотом, в первую очередь ориентировался на ветеранов Великой Отечественной войны. «Я вырос в то время, когда патриотизм мы получали каждой в своих семьях. В каждой семье были участники Великой Отечественной войны. Раненые, безногие, все с орденами, медалями. Они отличались каким-то таким духом, какой-то вот такой стойкостью, когда вот что он говорит, внимание было так приковано, и каждое слово их запоминалось». В рамках конференции участники обсудили влияние фальсификации исторических событий на молодежь, роль военно-патриотических объединений в воспитании современного поколения, и пытались понять, патриотизм – это дань моде или необходимость. Проректор АГПУ Юрий Ветров отметил, что в это понятие входит прямое участие в развитии экономики страны и поддержка отечественного производителя. «Сегодняшняя экономическая ситуация такова, что мы извратили вообще сознание предпринимателей. В России порядка 40% пустующих полей, которые производят никому не нужную продукцию, а мы закупаем до 60% овощей за рубежом. Вот это отсутствие патриотизма напрочь». Участники конференции, а это студенты учебных заведений Армавира, Новокубанского и Успенского районов, совсем скоро станут образованными специалистами опоры России. Президиум конференции отметил, что число патриотов напрямую зависит от уровня жизни и уверенности в светлом будущем страны, которое может создать именно молодежь. Инна Лепеткина, Максим Котов, служба информации телеканала РНТВ, Армавир.